Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 3 сентября, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла Коринфяна. И сегодня мы читаем с вами 10 главу, стихи с 7 по 18. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашою властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее в вас проповедовать Евангелие. А не хвалиться готовым в чужом уделе. «Хвалящийся, хвалися Господи, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение второго послания святого апостола Павла Коринфяна. И мы сегодня с вами продолжаем читать весьма нелицеприятный текст послания. Буквально вчера мы с вами закончили чтение девятой главы и приступили к чтению десятой. И мы видим, как те темы, которые поднимаются, и тот тон, который употребляет за себя апостол Павел, диссонирует с тем, что он говорил в девятой главе. Как раз-таки мы сегодня закончили десятую главу, начав с ее практически середины. Если в предыдущих, там, восьмой-девятой главе мы читали о тех дарах Святого Духа, которые производит труд Коринфян в других христианах, мы говорили о благодарности святых Иерусалима Коринфянам, что их усердие производит не только, дело служения всего не только восполняет скуды святых, не просто имеет какую-то экономическую пользу, но и производит во многих обильные благодарения Богу. И тут же апостол Павел переходит к жесткой довольно-таки критике. И, очевидно, на это были причины. Нужно еще понимать, что вот такой диссонанс по темам возможен, потому что нужно понимать, что апостол Павел, во-первых, он не пишет данное послание, не собственноручно пишет его, а он его надиктовывает. Представьте себе картину, как апостол ходит в каком-то помещении из стороны в сторону и размышляет. Размышляет и говорит это скорописцу. Тогда раньше эта профессия скорописец действительно была распространена очень сильно, потому что в любой момент на улице могло понадобиться что-то зафиксировать, что-то записать, кому-то отправить весточку. И люди буквально стояли на углах улиц, готовы предложить свои услуги. Я думаю, что апостол Павел пользовался услугами христиан, скорописцев, которые записывали за ним его послание. Потом, возможно, они проходили некую редактуру. И в конце, по традиции тогдашней, он собственноручно ставил несколько предложений. Об этом мы можем видеть и читать в некоторых посланиях апостола Павла, где он говорит, смотрите, сколько многое написал вам собственную рукою. Итак, он надиктовывает. И, очевидно, закончив вот эту тему с пожертвованиями, он задумался и переходит к новой теме. И эта новая тема его захлестнула. Эта новая тема была для него, с одной стороны, очень актуальна в том смысле, что она вызывала проблему. Потому что, когда говоришь о добродетелях, это скорее не проблема, это восхваление их трудов, коринфских христиан. А вот когда мы говорим о проблемах, тогда, конечно же, это вызывает гораздо большие вопросы у апостола Павла. И здесь он говорит, напоминая Коринфянам, на самом деле, что апостол Павел не такой, каков его рисуют, какой образ ему приписывают его противники. И он говорит, что я приду. Я приду, и да не показывается, что я устрашаю вас только посланиями, как он пишет. Так как некто говорит, это о противниках речь идет. В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, пишет апостол Павел, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Апостол Павел не хочет применять строгость с коринфянам, чтобы не положить преграды между собой и коринфянами. Он не хотел приходить и лично с ними ругаться, проявлять строгость. Он хотел прийти и насладиться именно уже плодами послушания и христианской добродетели. Взамен же он хотел порадоваться вместе с коринфскими христианами. Он не хотел применять к ним строгость. И уж если ее применять, то лучше издалека, чтобы до них донеслось не строгие ноты его голоса, а только смысл. А интонацию они уже сами бы вложили в этот текст. Но для кого-то показалось, они восприняли доброту за слабость и начали критиковать апостола Павла. И тут он говорит как раз-таки по отношению к этим людям. Мы не на словах только грозные, но и лично. Если вы хотите это увидеть, вы это увидите. И апостол Павел хочет поскорее уже разобраться с этой проблемой, потому что у него есть дальнейшие планы. У него есть дальнейшее проповедь и обязательство перед Господом, как апостола. И он хочет уже все в коринфе закончить и продолжить дальше свое делание. Мы видим это косвенно из 16 стиха. Так, чтобы и далее вас, далее вас, то есть за пределами вашей территории, проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом деле. Апостол Павел еще говорит о том, что он является родоначальником коринфской общины. Именно благодаря ему, так же как во многих других общинах, например, у Галатов, именно благодаря его проповеди они приняли Христа. А вот эти лжеучителя приходят и паразитируют уже на готовом фундаменте. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, как делали это противники апостола Павла, придя уже в готовую общину и хваляясь какими-то своими особыми отношениями со Христом, говоря о том, что Павел был гонителем церкви, а, дескать, они всегда были верны Христу. Но они приходят и паразитируют на готовом фундаменте, который устроил апостол Павел. Поэтому он и пишет, «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить в вас удел наш, с избытком увеличить, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хваляющийся хвались о Господе, о Господе, который помогает тебе созидать общину, а не приходить в чужую и разрушать ее. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». А здесь уместно процитировать Священное Писание из другого послания, из другого текста. «По плодам их узнаете их». Апостола Павла мы узнаем по многим общинам, но мы не знаем ни одной общины, которую создали бы его противники. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, следовать за Христом и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин